Атакуют иранскими беспилотниками и усовершенствуют собственные дроны. Россия в последние недели делает ставку на БПЛА. Российские конструкторы увеличили дальность плета своих ударных дронов «Ланцет» на несколько десятков километров. Об этом сообщили в силах обороны Юга. А авиационные эксперты добавляют, «Ланцет» едва ли не единственное средство, которым оккупанты могут поражать украинскую технику. Как далеко он может залететь вглубь Украины, как вооруженные силы могут защищать украинские самолеты и что, кроме военных аэродромов, может быть под прицелом российских беспилотников. Об этом всем расскажет наш коллега из «Фактах тыжня» Сергей Костиш. Усовершенствованные российские «Ланцеты». К сожалению, имеем и потери авиационные. Как оградить от них наши самолеты? Макеты авиационной техники мы закупали, и они у нас есть. И сохранить невредимыми стратегические аэродромы. Она представляет полностью разборную конструкцию, которая очень удобно разбирается. Мы разобрали все, чем можно уберечься от удара с воздуха. Если «Ланцет» ударяется о сетку и взрывается на расстоянии, скажем, там 10, 20, 30, 40, 50 сантиметров от брони. А также, что не так с вражеским видеоприлета «Ланцета» по нашей авиации. Российские пропагандистские каналы распространили видео удара своего беспилотника по украинскому самолету Су-25 на аэродроме Долгинцево возле Кривого Рога, расположенного примерно в 70 километрах от линии фронта. По крестообразной тени ясно, кто ударил российский БПЛА «Ланцет». Видео с ними часто фигурирует в российских каналах. Это едва ли не единственное средство, которым враг может поражать нашу технику. Но даже с этим видео есть нюанс. Отлично видно, что оно, ну, слишком летнее. Видео старое, как это обычно и бывает с российской пропагандой. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, к сожалению, что российские БПЛА получили возможность залетать далеко за линию фронта и поражать цели на глубину до нескольких десятков километров. И очень важно понять, как они смогли это сделать и за счет чего враг поменял свою тактику. Неэффективность ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и хорошая работа украинского ПВО заставляют противника сосредотрачиваться на других объектах, находящихся поближе к линии фронта. Безусловно, военные аэродромы находятся под прицелом врага. Наши летчики, которые наносят удары по оккупированным территориям, боль для россиян. Видите, применяется западное оружие, потери авиационные есть. Это не секрет. Теперь мы должны защищать самолеты, которые летчики эксплуатируют. Это самолеты советского парка, но в перспективе F-16 или другого типа. И они будут нуждаться в еще большей защите. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, виновных искать не нужно. Это война. А значит, искать надо противоядие. Самолеты постоянно в движении, постоянно наносят удар. Если вы видели сообщение, им нужно выехать, им нужно заправиться, его надо обслужить, подвесить те же ракеты, он должен выполнить задание и вернуться. Он не может постоянно быть скрыт, к сожалению. Поэтому бывают у нас и потери. Но как «Ланцет» добрался так далеко, да еще и с дроном сопровождения? Авиационный эксперт Валерий Романенко вспоминает еще один эпизод с «Ланцетом» на другом аэродроме в Николаеве. И говорит, сейчас такое расстояние уже небезопасно. Я измерил расстояние от вражеских позиций, от линии фронта до обоих аэродромов, до Николаева. А такие дроны, как «Ланцет», могут запускаться от линии фронта в километре. Запустили и ушли. То вот расстояние до Николаева там 50 километров, а до Долгинцева 70-80. «Ланцет» — беспилотник ближнего радиуса, говорит волонтер и производитель дронов Юрий Касьянов. Но есть одно «но». Дальность можно увеличить, если снизить боевую часть, то есть мощность боеголовки. Дрон, конечно, нанесет меньше вреда, но все равно выведет единицу техники из строя. Тем более, что конструкция крыла позволяет ему эффективно пикировать. Это все баланс между аккумулятором, емкостью, размером, весом аккумулятора и весом боевой части. То есть можно поставить меньше вес боевой части, больше аккумулятора и долететь, может быть, и на 100 километров. Вопрос дальности ретрансляции сигнала в работе, там и всегда мы видели это видео, потому что снимает другой дрон, который наводчик, который разведчик и который является ретранслятором сигналов. То есть этот дрон долетает далеко, его не видят наши средства ПВО. Он видит цель, зовет, условно, за собой «Ланцет», который летит следом, и он же обеспечивает связь для этого «Ланцета», потому что «Ланцет» летит низко. И мы знаем, что по условиям передачи радиосигнала в зоне прямой видимости, если он низко летит, связи не будет. При такой дальности «Ланцетов» под ударом оказывается не просто фронт, но и вообще широкая полоса далеко в тылу. Ключевой вопрос – это формирование комплексной системы защиты, довольно беспрецедентного явления, чего не было в мире нигде, может быть, разве что в Израиле, потому что дело ведь не только в аэродромах и самолетах. Глубоко в тылу находятся и расположения, и штабы, и артиллерия, и гражданские объекты, объекты критической инфраструктуры, и все это требует комплексного прикрытия. Главный вопрос – как обеспечить защиту всего ближнего тыла при этом, чтобы системы защиты сами не стали объектом атаки. Есть пассивные методы защиты, есть активные методы, пассивные способы рассредоточения авиации. Есть так называемые ЖБУ – железобетонные укрытия. Они такую грибообразную форму имеют, имеют железные ворота, и проверку систем самолетов можно осуществлять прямо в ЖБУ. Открываются ворота, самолет выруливают, взлетают, выполняют задачи, возвращаются в другое ЖБУ. Их можно прикрывать хотя бы артиллерийскими системами, потому что российские беспилотники не летают в ночное время. Ни у «Ланцета», ни у «Куба» нет ночного механизма наведения. Днем можно прикрыть зенитными пулеметами, зенитной артиллерии. Еще один вариант – обмануть противника. К примеру, на этом видео, которое выложили сами россияне, «Ланцет» попадает не в «БУК», а в его деревянный макет. Вместо яркого взрыва в разные стороны летят щепки. Макеты авиационной техники мы закупали, они у нас есть. И когда-то россияне страшно удивлялись, когда такой дрон «Ланцет» попал в «БУК», а там улетели щепки в небо. Потом они догадались, что «БУК» был деревянным. Другой способ – вот такие полноценные укрытия для техники, которые состоят из каркаса и сетки рабицы. Их уже массово производят украинские производители. Просто, дешево, эффективно. Эти укрытия были разработаны совместно с военными по их запросу. Сейчас на линии фронта много используется «Ланцета» в это точное оружие, и нужно защищать технику. Разработка укрытий была сделана на базе чертежей, которые мы получили от западных партнеров, имеющих такие укрытия. Но мы сделали определенные совершенствования на основе тактики, которую используют россияне. Это несколько похоже на мангалы, которые россияне лепили на танки перед вторжением и которые не спасали от жавелинов. Наши производители учли этот опыт. Она представляет полностью разборную конструкцию, которая очень удобно разбирается, транспортируется, собирается на месте. Ее можно раскрутить и буквально в руках перенести с позиции на позицию. По словам Юрия Касьянова, это действительно эффективно, потому что кумулятивный заряд «Ланцета» моментально рассеивается, не долетая до техники. «Если «Ланцет» ударяется о сетку и взрывается на расстоянии, скажем там, 10, 20, 30, 40, 50 сантиметров от брони, то действие этой кумулятивной струи значительно ослабляется в сотни раз. Порой она только оставляет какое-то черное пятно, отметину на корпусе. Поэтому, безусловно, это работает. С самолетами работает иначе, потому что самолеты, как правило, поражаются не кумулятивной струей, а осколочно-фугасным зарядом. Но тоже, если построить такое укрытие, и самолет стоит внутри, и до стен, допустим, сверху, до потолка, до стен, у нас остается там по 5 метров, то вероятность поражения осколками и глубина поражения этим осколками, она значительно снижается. Однако еще лучше разрабатывать собственное защитное оружие, тем более, что потенциал для этого у Украины есть. В настоящее время отечественная промышленность уже тестирует как новые системы радиоэлектронной борьбы с вражескими БПЛА, так и свои беспилотники дальнего радиуса действия. Вопрос лишь в том, как быстро удастся наладить производство, чтобы опередить противника. Российско-Украинская война все больше и больше становится войной беспилотников. И тут важно совершенствовать не только собственные атакующие возможности, что мы постоянно видим на видео, вот поражение вражеской техники, но также и улучшать свою оборону от вражеских дронов. Только работа одновременно по двум этим направлениям приблизит украинскую победу. Сергей Костиш, специально для Телемарафона, на канале Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok